Добрый день! Сегодня мы поговорим о выборе программного обеспечения в системе контроля доступа. Правильный выбор ПО позволяет избежать приобретения избыточного функционала и оптимизировать затраты на внедрение. Перед выбором ПО необходимо определить задачи системы и характеристики объекта. Рассмотрим несколько решений. На средних и крупных предприятиях система контроля доступа решает комплекс задач, основным из которых является обеспечение безопасности и контроль дисциплины труда. Интенсивный поток сотрудников и посетителей предполагает оборудование проходной несколькими турникетами и контроль доступа в многочисленные внутренние помещения. Для организации системы контроля доступа на таких объектах необходимо ПО, разворачиваемое на выделенном сервере. С этими задачами справится программное обеспечение ПРК ВЭП, способное обрабатывать данные фактически неограниченного количества сотрудников и посетителей. Одной из основных задач СКУД является защита от доступа посторонних. ПО ПРК ВЭП позволяет контролировать доступ на входе и во внутренние помещения. Организовать защиту от передачи пропуска можно, используя идентификацию по карте в комплексе с подтверждением оператора. Повысить уровень безопасности также помогает использование в качестве идентификаторов, отпечатков пальцев или смартфонов. Для организации удобной работы с посетителями ПО ПРК ВЭП предусматривает возможность предварительного заказа пропусков. Для сбора гостевых карт доступа используются картоприемники. Также ПО позволяет формировать отчеты о посетителях. ПО ПРК ВЭП позволяет вести на предприятие автоматизированный учет рабочего времени. На основании данных о входах-выходах система рассчитывает рабочее время сотрудника за месяц и формирует табель. Модуль интеграции с 1С позволяет начислять заработную плату, исходя из отработанного времени. Данные о входах и выходах сотрудников также используются для формирования отчетов по трудовой дисциплине, содержащих информацию об опоздавших и отсутствующих. Отчеты по трудовой дисциплине доступны руководителю в режиме онлайн. ПО поддерживает интеграцию с ERP и платежными системами, а также другими приложениями за счет реализации интерфейса JSON API. API-интерфейс позволяет сторонним разработчикам создавать интегрированные решения с ПРК ВЭП, независимо от используемых технологий, языков программирования и операционных систем. Протестировать и выбрать необходимый функционал ПРК ВЭП можно бесплатно в течение 60 дней, после чего для продолжения использования ПО потребуется лицензия. В небольших компаниях, как правило, достаточно установить турникет на входе и организовать контроль доступа в несколько внутренних помещений. На таких объектах систему можно развернуть и без выделенного сервера. Контроллеры нового поколения позволили встроить программное обеспечение ПРК ВЭП, что дало возможность использовать контроллер как сервер. Такая архитектура упрощает внедрение системы и снижает ее стоимость. Система может обработать данные 500 сотрудников и 500 посетителей и иметь в составе до 10 контроллеров. Для выбора необходимого функционала предусмотрен 60-дневный тестовый период. Если необходимо организовать контроль доступа в компании численностью до 100 человек, можно использовать бесплатный ПО базовый пакет. Обратите внимание, что для заказа гостевых пропусков и автоматизированного учета рабочего времени потребуется приобретение дополнительных модулей. Подведем итоги. Для крупных и средних объектов необходимо программное обеспечение, разворачиваемое на выделенном сервере. Для небольших офисов или контроля доступа только на проходной можно использовать контроллер как сервер. Для контроля доступа в офисе со штатом до 100 человек будет достаточно бесплатной версии ПО. Дорогаться совершить ошибку при выборе подходящего варианта не стоит. Если функционал выбранного ПО окажется недостаточным, вы всегда сможете его расширить, докупив необходимые модули.